всем добрый вечер приветствую в прямом эфире фонда измени одну жизнь я иоланта качаева и сегодня мы ждем в гости мою коллегу психолога фонда измени одну жизнь и джессику франтова сейчас жду когда джессика будет подключаться вот уже вижу сейчас джессику я присоединю отправлять запрос джессики будет с нами скоро и хочу сказать о теме заявленной приемный подросток хочет жить отдельно от нас отпустить джессика привет приветствую тебя привет а вам как настроение прекрасно как твое настроение тоже прекрасно но я думаю сейчас все после просмотра фигурного катания получения новостей с разными эмоциями но все же больше с радостными конечно я смотрю присоединяются к нам пользователи я хотела немножко сейчас сказать что я заметила как ведут себя наши уже опытные слушатели прямых эфиров когда у нас жизнь к какой-то заявленной темой то я вижу что стараются получить во первых как можно больше информации потому что информацию можно получить сразу профессионала не ища ничего в интернете а также заметила пользователи готовят заранее свои какие-то вопросы и по теме и по каким-то похожим темам потому что знает что джессика всегда ответит она всегда с большой радостью с таким энтузиазмом помогает разобраться в каких-то сложных ситуациях ну и я хочу сразу напомнить что если ситуации такие что надо разбираться пожалуйста не стесняйтесь записывайтесь на сайте в разделе поддержка приемным родителям записывайтесь на консультацию джессики нашим психологом фонда это бесплатно анонимно онлайн очень удобно быстро и профессионально профессионально ответы вы получите советы все я теперь замолкаю передаю слово джессике на нашу тему о том что приемный подросток хочет жить отдельно ну иоланта ты говоришь что многие уже подготовили вопросы может быть ты что-нибудь из них озвучишь ну я то что я видела я хочу сказать что спрашивали когда вот уже чувствуешь когда можно почувствовать что уже можно отпускать ребенка из семьи вот такой именно почувствовать не глядя на его возраст но речь наверно все таки идет о том что возраст позволяет уйти но когда как родители должны это понять что ребенок готов и главное что мы готовы уже отпускать вот знаешь прежде чем начинать разговор о сепарации ребенка есть такое умное слово сепарация приемного подростка хочу сказать что здесь влияют в общем-то некоторые законы которые влияют и на обычных подростков у нас есть в нашей культуре такая традиция игнорировать взросление и игнорировать готовность ребенка жить самостоятельно и из-за этого вот уход ребенка в самостоятельную жизнь и приемного тоже и кровного часто сопровождается конфликтами и скандалами вот поэтому если мы делаем как бы упор на свое внутреннее состояние есть великий шанс не дождаться того момента когда мы готова ребенка отпустить да вот поэтому я бы предложила здесь ориентироваться как минимум на то что после 18 лет ребенок имеет на это право а дальше идти от желания самого ребенка то есть если ребенок озвучивает свою потребность жить самостоятельно это хорошо и правильно да для его развития другой момент что да действительно есть особенности связанные с тем что ребенок может быть не готов ну а если ребенок хочет и его правда лучше отпустить и дальше уже думать над тем каким именно образом будет осуществляться ваша поддержка то есть в чем здесь возникает сложность когда мы говорим про приемного подростка у наших ребят но мы про это неоднократно говорили и на нашем эфире статьях есть такая диспропорция в развитии умное слово то есть по паспорту там может быть 17 лет или 18 лет а по поведению это может быть на возраст первой травмы да то есть это может быть периодически и младенец и трехлетка и пятилетка но вот часть она все равно подростковая и она требует того что положено возрасту то есть независимости от родителей вот и здесь конечно очень важно понимать что то что подросток говорит то что он делает и то что есть на самом деле это разные вещи и вот часто я встречаю рекомендации что ну вот ребенок сказал что он будет жить отдельно передайте ему ответственность вот пусть он там и барахтается и я не могу сказать что я это поддерживаю даже в адрес скромных детей но я не поддерживаю это точно в адрес детей с опытом сиротства особенно тех в отношении которых не оказывалось реабилитации которые мало времени прожили в семье то есть по факту да это может могут быть двадцати там летние дети или там даже старше но внутреннее содержание там может быть и дошкольник и школьник вот этот момент нужно учитывать и соответствующим образом выстраивать взаимодействие то есть я предлагаю всегда такую схему что наш дом остается местом куда можно вернуться мы как взрослые держим в голове что реально ребенок может не как бы покупать себе еду потратить все деньги черти на что как бы понабрать кредитов начать там употреблять что-нибудь курить запрещенные вещества пить заниматься сексом ну в общем делать всякие разные другие вещи часть из которых бросить шобу часть из которых ну вот мы то это точно не то о чем мы его просили не то о чем мы с ним говорили вот и вот здесь вот такой момент его подчеркиваю очень важно понимать что сознание может быть не на подростковый возраст и соответствующим образом я предлагаю выстраивать коммуникацию то есть придя например в гости и увидев там кучу мусора или там еще что-нибудь правда нет смысла вести вот эти душеспасительные разговоры что как же так ты же взял на себя ответственность на что ты будешь жить предлагать ну слушайте а грязно хочешь уберемся вот как как с маленьким или видно что там еда закончилась вот мы тут проезжали мимо что-то наготовили хотели приготовить ну хотели угостить понимаете что да но не доедает ребенок слушай вот у нас тут потребность кого-нибудь покормить ты заходи давно не виделись ну то есть вот очень так не навязчиво и ни в коем случае не тыкая в то что ребенок не справляется и не контролируя вот это ты где ты поел ты покушал а мимоходом мимолетом чисто вот так вот тут мимо тут вот прошли вот так стать вот была в магазине там себе взяла носочки и тебе захотелось тебе случайно не надо ой надо какая неожиданность она то есть так как то есть не строя иллюзии но это в принципе с новым работать что сейчас возьмет человека и примет ответственность приходя на территорию ребенка и естественно нужно просить разрешения да там заранее обнаруживают очень бы категорически не согласны то есть это обычно мусор окурки бутылки странные люди я предлагаю делать вид что да все окей это твой выбор я понимаю его потому что начать начнется бесконечная конфронтация на тему кто из нас прав и очередной скандал то есть нужно быть здесь готовым к тому что ребенок с большой долей вероятности сделает ровно то от чего его предостерегали на то как бы заложено то есть нужно чтобы сепарироваться нужно сначала отвергнуть то чему учили и сделать сначала наоборот а потом понять то что по-настоящему подходит не может быть не наоборот а какая-то золотая середина вот этот момент часто очень ранит когда начинается сепарации кровных и приемных родителей ну что как же так мы же учили другому а тут вообще черт что происходит прямо противоположное ну да так она будет происходить вот если вот во что-то вкладывались из серии не 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 пожалуйста не бросайся в этот терновый куст ну вот я рискну предположить ребенок и прыгнет вот это наверное такой момент который я бы предлагала делать видимо не сильно контролировать то есть там раз в сутки звонить это многовато нужно ненавязчиво как-то что-то писать там вот там я то заметила это раз в несколько дней там ничего как дела вот ну да смириться самое главное с тем что будет допущена куча ошибок и все что вы можете сделать это обозначить что есть такое место в котором помогает восстановиться после наделанных ошибок а это место называется важно вот и мне кажется это вот такой вот универсальный момент который нужно учитывать принципе при сепарации кровных и при сепарации приемных то есть и заранее да вот особенно с ребятами с опытом сиротства нужно быть готовым что да они не будут о себе заботиться да там будут плохо одеваться не доедать тратить деньги непонятно на что это часть истории то есть все что мы можем сделать это обратить внимание что слушай вот там сейчас потратила мог бы например купить себе вот тот самый телефон давай там в следующий раз планировать но то есть ребенок получает опыт в том числе и через какие-то негативные моменты вот второй момент наверное который вот именно связано со спецификой приемности то что ребят наоборот могут не хотеть покидать новую семью то есть обретя семью особенно обретя ее попозже они могут но смысле имеется уже ближе там подростковому возрасту к старшему и вообще из-за страх потери они могут бояться самостоятельной жизни я также здесь обычно не рекомендую выпинывать ребенка из гнезда но точно рекомендую как бы с такие обходные маневры то есть не ждать когда ребенок скажет я готов дайте мне квартиры вот квартира есть пойдем глуби по выбираем в нее мебель квартира уже посмотрим может быть вот это в этом может ты там денек проведешь сначала или одну ночь переночуешь ну то есть тогда ты здесь можешь оставаться мы тебя ждем но соответственно есть у тебя и другое место ты имеешь право там быть и все устраивать по своему усмотрению и вот повторюсь я вам здесь очень важно понимать во первых возраст травм ребенка да то есть возраст когда произошла травма потери но может быть как бы знаем когда произошла потеря 7 то есть передача учреждения но может быть там были более ранее и соотносить с тем как с нами вот сейчас ребенок общается исходя из этого мы тоже можем понять что ну какого возраста ребенок то есть если он нам выдает реакции до дошкольника то есть грубо говоря сидит все время ему бы покушать пообниматься боюсь здесь правда пока сепарации не пахнет то есть надо вместе с ребенком обустроить квартирку и гнездышко но пока это будет на место скорее где он будет ну просто может быть деть там с друзьями тусить чтобы не бесить вас поспать возвращаться домой ну окей ну хорошо ну значит так у тебя есть гнездышко вот этот момент я бы хотела подчеркнуть и еще один он тоже нам касается ой слушай сколько мы сердец тут видим ребят я вот тоже хочу сказать да что как все отзывается пожалуйста я пользователей хочу поблагодарить и пожалуйста пишите в комментариях может быть уже есть какие-то ситуации у вас как раз употреблю новое слово с сепарацией детей да когда они уже отделились и живут отдельно и может быть у вас есть какие-то по этому поводу или комментарии или вопрос то что сердца идут я вижу что все значит верным путем идем вот еще один момент на который тоже такое внимание хотел обратить на такой общий теоретический что сепарация она не происходит в один день вообще сепарация ребенка если мы говорим об истории кровного ребенка она начинается в момент рождения то есть он вышел в этот мир и стал первый раз самостоятельной единицей через год он сделал первый шаг без вашей помощи это уже в следующий шаг его самостоятельности еще прошло два года у него кризис трех лет он сказал я сама с вами не интересно вы ничего не понимаете я пошел к нормальным людям ну то есть сверстник вот с ними то мы построим то самое светлое будущее и это следующий шаг родительской сепарации пройдет еще четыре года ребенок пойдет в школу и ребенок уже скажет извините то что вы говорите это не совсем правда вообще-то есть и другие мнения есть мнение мамы но семьи пить или там семьи маши оказывается то вы ребята можете быть не стопроцентно правы и это следующий шаг сепарации потом наступает у нас еще через несколько лет пубертата ребенок еще вообще ничего не понимаете мир устроен по другому и вот мы это знаем как сепарация пугает взрослые забывают о том что это вот такой поступательный процесс очень много страха возникает когда кажется что вот до подросткового возраста до начала пубертата мы как будто бы что-то можем сделать как-то проконтролировать а потом нет потом все вот в один прекрасный момент этот самый пубертат страшный наступил и все кранты на это не так то есть страх возникает когда не были приняты родителям предыдущие вот эти шаги как бы спойлер они не были приняты скорее всего в нашей культуре несмотря на то что мы работаем от зари до зари не покладая рук на имиду мы психологи и другие люди связанные но вот кто просвещает все таки до сих пор очень много историй когда родители вообще не понимают зачем ребенка отпускать вот но зачем же у нас все дома хорошо пусть живет лет до 30 там посмотрим и конечно же это все упирается в отсутствие опыта сепарацию самого родителя вот это опять же люди годов рождения понимаешь до 70-х 80-х может быть даже старше там очень мало людей у которых этот опыт был самостоятельного проживания без родителей но в силу экономических и других причин то есть вот те родители которые у нас будут через 10-15 лет там конечно будет уже другая картина сейчас уже принято детей отправлять самостоятельное плавание и когда они своих будут отправлять у них уже другой опыт будет вот и поэтому здесь конечно очень много вопросов возникает очень много страхов часть из которых связаны с отсутствием такого опыта у самих родителей вот наверное такие базовые моменты которые хотела обозначить я наверное у тебя есть идеи что еще можно было бы обозначить да спасибо большое джессика я также жду от пользователей вопросов потому что пользователи присоединяются я вижу и и если возникают вопросы по этой теме пожалуйста пишите и комментарии может быть и что-то отозвалось и хочется поделиться своим каким-то опытом может быть даже личным опытом потому что каждый из взрослых людей переживал этот момент когда почувствовал что может жить самостоятельно может уже без родителей принимать какие-то решения и уже свободен в своих мыслях и действиях и родители поддерживали или не поддерживали вас может быть вот но то что касается приемных детей а конечно то что ты сказала что это все по-другому в том плане что надо обращать большое внимание на возраст травмы как ты сказал тоже очень правильно и тоже я жду от пользователей какой-то реакции потому что хотелось бы вот про это услышать у кого какой был опыт или есть этот опыта но пока не пишут поэтому попробуем показали с тобой модерировать нашу беседу вот и мне еще очень понравилось как ты сказал что когда задерживается да вот это желание сами родители притормаживают и не отпускают вот я тебя связи с этим хотел спросить что как тогда надо может быть в себе и в ребенке воспитывать наверное да правильное слово вот эту самостоятельность к принятию решения и и самому родителю чувствовать что ты доверяешь ребенку что ты ему доверяешь что то сделать самому без обязательного согласования с тобой но ту же вещь купить да распланировать сегодня я все деньги потрачен телефон или я их на месяц разделю да и куплю себе несколько каких-то вещей а вот как определить возраст травмы давай наверное сначала тогда на вот этот вопрос ответим раз он уже такой уточняющий знать историю ребенка то есть самый очевидный возраст травм это возраст когда был ребенок разлучен с семьей возможно вы в его истории знаете какие-то иные события которые были раньше например умер кто-то из родственников это будет первая его серьезная травма или например а вы знаете что там были систематические избиение да жестокое обращение условно говоря там в течение нескольких лет а ребенка например изъяли в два в три года скорее всего мы будем а там было например по систематическое пренебрежение нуждами то там мы будем все равно падать вот в этот вот пубертную пубертат господи период новорожденности на глаз как это определить но потому как ребенок себя ведет потому как они могут вполне себе говорить даже сюсюкать по привычке по манере как строят они себя и такие вопросы они вам задают это очень хорошо чувствуют родители они обычно говорят на что если не говорю на течение что там говорю с пятилеткой груда именно с ним и говорить но то есть вот вычесть просто внешность и то что написано с паспорта и по ощущениям на какой возраст ребенок себя ведет вот это вот скорее всего будет возраст травм мне кажется ответила да потому что вот было сердечко я так поняла что ты ответил на просто это приняли как ответ и вот ты видишь там есть комментарии про сепарацию пишет мила у себя и у сестры что после окончания школы поступили в за другой город и вынуждены были в 17 лет ну так не переехать от родителей и без страха переехали потом в санкт-петербург оказалась нормой то есть я так понимаю что ты помогло но я не знаю я чувствую что это все-таки про кровную семью речи опыт из кровной семьи до мила но это про то что это помогло и действительно он как бы помогает опираться на себя ты спрашивала про то что делать если ну как-то ребенку ну вот лайфхак связанный именно с ребенком я хочу всегда в этом месте напомнить всем родителям что вообще-то ребенок выживал в тех ситуациях в которых вы скорее всего не выживали то есть наши дети несмотря на то что вот вот это вот все а птица пролетела деньги потерялись сумка упала с плеча в критических ситуациях из-за диспропорции развития наши дети подбираются собираются и они крайне живучи то есть в ситуациях вот связанных с повседневным бытом они расслабляются они не могут два плюс два сложить они там что-то это но в ситуациях когда речь идет об угрозе их жизнь или чему-то еще они как бы дадут очков форы обычному взрослому в том числе и вам и вот этот момент я предлагаю помнить как бы для того чтобы поддержать себя потому что на самом деле за страхом психологической операции часто стоит страх того что ребенок умрет что он как-то повредит себя или подставит себя но я хочу напомнить да что ребята уже справлялись с очень сложными ситуациями этот опыт у них как раз есть то есть опыт выживания у наших ребят есть я всегда напоминаю об этом у них нет опыта жени но вот в экстремальных ситуациях они подберутся да вот второй момент о котором я здесь предлагаю помнить это подчеркивать ребенка то что у него получается ну потому что например да если мы имеем дело с ребенком который например все теряет все равно он делает это не каждый день и хоть как хоть день хоть сутки хоть недельку у него вещь держится и например здесь можно делать акцент не на том что ты опять потерял социальную карту нам опять ее устанавливать а на том о целая неделя у тебя получалось и не терять то есть у тебя получалось давай проверим сколько это будет следующий раз то есть своими словами своими действиями подчеркивать те качества которые как вам кажется ребенку поможет помогут в его жизни да ответственность умение планировать умение выбирать то есть подчеркивать те случаи когда как вам кажется ребенок делает что-то что безопасно что ему поможет что будет ему не вовреда во благо потому что очень часто родители подчеркивают наоборот то что не получилось и вот как бы у ребенка формируется такая история как будто бы у меня ничего не получается вот я бы предложила например это но совершенно точно пойти к специалисты поработать со своим опытом сепарации потому что те родители которых такой опыт был они обычно настроены ну а чего ну мы справились то есть если если ну то есть есть опыт что я справился значит и ребенок справиться а вот те у кого этого опыта не было там конечно страх больше поэтому очень много там конечно страхов про то что у меня такого опыта нет я не понимаю как это будет с ребенком это становится вдвойне страшнее вот еще сталкивалась я с такой интересной идеей она есть и в кровном и в приемном родительстве что раньше мир был безопаснее а вот теперь но в этом месте мне хочется как-то улыбнуться потому что например мой подростковый возраст как и возраст очень многих наших слушателей приходилось на 90-е годы мне как-то кажется что смогут безопасность не совсем подходит к тому что там творилось но почему то такая идея есть что как будто бы сейчас мир стал более агрессивным и менее безопасным и здесь часто приводит интернет забывая при этом что например в интернете есть не только опасности но и ресурс да то есть те же группы поддержки для подростков те же видео которые они там снимают рассказывая проблемах те же чата в которых они общаются ну и знаешь я все время хочу сказать что телефон это возможность позвонить в тот момент когда тебе нужна помощь ну раньше этого не было то есть мы не могли узнать где сейчас ребенок находится ну когда мы были маленькие наши родители не могли узнать дошел ребенок до дома из школы там что-то он поел или нет то есть весь день пока родители не пришли с работы скорее всего они не знали что происходит что происходит с ребенком после того как он из школы пошел домой такой был да абсолютно так же вот я вижу еще какой-то комментарий да то есть я уже помолчу сделаю карты и про то что везде карты да вот тут есть еще уточнение я так понимаю про травмы если у детей вообще нет истории но пока ты рассказывал мне кажется уже ты ответил на этот вопрос когда говорила что надо следить за поведением ребенка да какая у него что он говорит как себя ведет и понять вот возраст травмы на какой возраст сейчас ребенок каком возрасту соответствует физически правильно я говорю да ну как это если у ребенка нет истории это значит он скорее всего отказник значит мы откатываемся возраст новорожденности а если у ребенка нет истории то есть он ничего не может рассказать значит его нашли в очень раннем возрасте где-нибудь ну значит это тоже скорее всего все равно будет он падать вот в эти вот истории связанные с первыми годами жизни ну то есть ему нужно наручки его нужно с ложки кормить мыть и вот эти навыки он с ними не может справляться сам ну то есть с ложки кормить но все равно до какого-то момента правда если он в принципе готов к самостоятельной жизни этот момент всячески обозначать что я готов тебя кормить на вот ложка дома она есть приходи когда родители это обозначают дети как-то неожиданно вырабатывают навык самостоятельного кормления довольно быстро но вот когда родители занимают позицию что нет ну то есть там можно по-разному да там эту потребность не контролем ты сделал а о зайка смотри я был в магазине купил такой классный шампунь тебе наверное понравится попробую а там или о смотри чего я тут накупила вот наприготовила ну давай давай кушай кушай маме нравится когда ты кушаешь ну то есть вот обыграть как-нибудь так вот еще вопрос какая тема эфира мы сегодня говорим о сепарации подростков когда дети подрастают когда мы их можем отпустить в самостоятельную жизнь и как самим принять эту сепарацию что они отделяются от нас так еще я видела вот вопрос скажите пожалуйста есть ли вариант совместного счастливого проживания родителей с ребенком и ну дальше не вижу и то ли с семьей его ну ну я думаю что совместного проживания родителей с ребенком и впоследствии наверное с его уже с его семьей ну я думаю что говорить за все Одессу не надо я не могу за него сказать я могу лишь сказать что проживание с прародителями что ребенок приемный что ребенок кровный это про то что в семье не случилось сепарация и это про зависимость там где есть зависимость эмоциональная к сожалению возникают и другие виды зависимости гласит нам закон семейных систем кроме того если взрослые дети продолжают проживать вместе с родителями это часто чревато тем что они остаются в детской позиции если они остаются в детской позиции это значит что с ними начинают с ними не случаются взрослые вещи то есть они не находят себе хороших хорошую работу или не находят себе гармоничные отношения их партнеры их бросают или не те люди которыми можно жить без возвращаются снова под крыло родителей да их доходы их карьеры не такие чтобы можно было обеспечить то есть если родитель не хочет отпускать ребенка он как бы транслирует такой посыл не расти и поэтому говорить здесь про счастливую семью я не могу мне кажется что семья где есть запрет на развитие она не совсем может быть счастливой по крайней мере не все члены семьи могут быть счастливыми вот и да это приводит обычно к тому что во первых что-то случается с детьми во вторых внуки начинают густовать в виде вот эту несправедливость потому что здесь же еще и внуки видят что прародить по-прежнему большое их родитель маленький и начинают возмущаться типа что такое происходит поэтому то есть почему кто здесь главный и все вот эти другие истории вот поэтому безусловно каждый счастлив по-своему но это точно не та семья которая будет расти и развиваться потому что в каждой семейной системе как бы присущ рост то есть дети растут в семье и семья их выпускает в большой мир чтобы они создали свои семьи и своих детей то есть движение вперед если семья настроена на то чтобы задержать своих птенцов в своем гнезде нет движения назад то есть там начнут происходить какие-то процессы соответствующие этому пасу со всеми ли членами семьи да и насколько долго это будет длиться сказать невозможно но вот общая логика такая ну и конечно здесь вопрос всегда к родителю который грезит о вот этом прекрасном единстве что таким образом родители в себе в своей душе пытается заменить потому что родители гризить может уединение с собою и своим партнером это им полагается дети они изначально те члены семейной системы которые уйдут и их родители тоже то есть крепкие отношения на всю жизнь имеет смысл выстраивать с равными это я сам это мои друзья мои коллеги мои партнеры потому что ну это вот те кто с нами находятся на одном уровне те кто ниже и те кто выше они покинут ну это такой закон поэтому если притягивать к себе тех кто должен уйти конечно здесь возникнет какая-либо дисгармония ну дальше там зависимость от того сколько детей с кем-то в большей степени с кем-то в меньшей степени тем это происходит по-разному вот так бы я на этот вопрос ответила спасибо мне кажется что очень подробно ответила и так ну как-то рассказала все очень разложила по полочкам про каждое поколение вот и тут вопрос такой ну мне кажется что здесь есть вопросы к автору вопроса но я прочитаю если мальчик сирота семнадцати лет поступил в учебное заведение и стал общаться холодно отстраненно сам на контакт не идет и вся инициатива только от меня как вести себя взрослому а вам вот тут могут быть разные моменты да я правда не знаю что происходило до семнадцати лет я думаю что в любом случае нужно родителю обозначать что он готов быть и готов быть в контакте может ребенок считает что сейчас то самое время когда надо показывать что я такой самостоятель такое тоже бывает может быть ему действительно сейчас очень важно показать что он независим может быть он наоборот боится что он потерял и надо держать лицо я не знаю что именно так происходит потому что не знаю предыдущую историю но я думаю что в этой ситуации не стоит навязываться но и ждать от ребенка что он сам проект инициативу тоже не стоит просто обозначать ну раз в неделю например если ребенок что я здесь я тебя жду если хочешь приходи если хочешь так джессика мне кажется тоже мы справились мы говорю ты справилась с этим вопросом все ответила если ответ устроил пожалуйста присылайте сердечко или как то вмашите что вы услышали ответ и полностью согласны и приняли его если хотите что-то дополнить пишите потому что вот пришло дополнение помнишь Джессика был вопрос как определить травму если нет истории у детей и вот пришло дополнение что детям 3-4 года и до этого возраста нет истории дети мало были как сказали ну давай вот на этом остановимся скорее всего это будет пренебрежение нуждами которое начиналось скорее всего практически с самого рождения то есть они точно откатываться на период новорожденности потому что скорее всего тогда не удовлетворялись их потребности там может быть травма пренебрежения нуждами как минимум может быть и жестокого обращения если дети могут ну то есть их потребности не удовлетворялись вот вот еще зачитаю тебе комментарии но это комплимент джессика какие простые четкие слова вот сейчас я не отслежу это к какому твоему ответу было написано но я думаю это ко всем твоим ответам можно отнести что ты просто очень недоступно объясняешь и вот дальше пишет Дарья ой слушай и мне попал тоже прекрасно я прочитаю сейчас про меня джессика очень здоровский психолог правда тут я тоже обеими руками за и я думаю что сейчас сердечки полетят если все согласны то вот видишь ой тут еще про меня вот я прочитаю Иолантова очень чуткий модератор давно вас смотрю хоть и живу за рубежом Дарья вот я от себя лично скажу спасибо потому что я всегда стараюсь дать максимально время эфира предоставить чтобы все свои слова сказали герои все свои мысли выразили ответили на все вопросы если я как-то не мешаю еще что-то тут модерирую то очень хорошо спасибо я хочу сказать что все герои эфиров у нас и приемные родители психологи эксперты они все настолько ну не то что приятные в общении они настолько все какие-то профессиональные настолько важные вещи говорят правильные у нас еще не было ни разу я вот даже постучу я думаю и не будет такого эфира где ну кому-то было бы неловко или стыдно за то что говорит герой ни разу такого не было все наоборот только вот сердечки шлют спасибо и всегда восхищаются так ну вот уже вопрос еще мои старшие приемные дети уехали в другой город я скучаю но очень за них счастлива часто созваниваемся дома остались пять крошек вот такая история мне кажется в любой ситуации родители есть право желать ребенку каждое утро это самого лучшего дня в его жизни и говорить о том что слушай я сегодня должно с тобой случиться что-то хорошее я тебе этого желаю и мне кажется это такая мощнецкая защита и поддержка в течение дня для ребенка это соглашусь полностью Джессика это и для взрослого будет приятно ну и для маленького ребенка и для старшего возраста ну видишь мы с тобой раз в месяц друг друга принимаем не считаем что полиметно тут сами про себя вообще прекрасно нашим слушателям да так же есть классные традиции но я часто об этом говорю уж повторюсь простите наши постоянные слушатели да что здорово что ты есть я так тебе рад я тебя люблю это вместо как дела и что получил ну да да как дела в школе вот этот страшный вопрос ну что там в школе когда не знаешь что ли сказать что там в школе или как-то перевести тему на другое надеюсь живой тоже неплохо мне кажется после твоих эфиров Джессика очень многие вот эти все как и правильно было написано простые важные очень нужные слова если вы используете это уже ключ к тому что проблемы будут не решаться их может не быть просто каких-то проблем может просто не произойти не возникнуть потому что если человек ребенок от вас будет слышать вот такой вот настрой такую улыбку которую Джессика транслирует всегда если ребенок будет получать да вот пишут да да то все будет хорошо так вот Инна пишет дети разъехались очень скучаю как справиться родителю с опустошенностью а родителю точно вспомнить что он чей-то ребенок и представить себя на руках своих родителей если по каким-то причинам детство не помнится или оно наполнено нерадужными какими-то воспоминаниями или вдруг есть такая идея что если мои родители уже покинули мир живых то я не имею права на их любовь я советую от этих идей избавиться и по-прежнему представлять себя на руках у родителей или в животе у мамы рядом стоящего папу то есть вспоминать то время когда обо мне заботились меня принимали и любили и вспоминать вот после этого оглянуться вокруг на предмет того с кем бы можно было соединиться из тех кто нам равен с кем можно дружить с кем можно общаться с кем выстраивать партнерские отношения в эпоху интернета это этот вопрос решается просто несколькими кликами напоминаю что у нас на нашем сайте есть раздел блоги где легко можно найти себе человека с которой будет понимать с которым можно обсуждать с тем вспомнить что нравилось в детстве и начать это делать потому что пока были дети на это скорее всего не было времени нужно было там строить поднимать все остальное вспомнить все те увлечения которые были и начать ими немедленно увлекаться шить вышивать печь и проявлять заботу о себе вспоминать все то на что раньше не хватало времени и начинать этим заниматься вот и там есть такая хитрость небольшая вот на это состояние наполненного взрослого который которому интересно который чем-то занят а вот эти вот дети они начинают постоянно притягиваться они прям чувствуют что здесь стало тепло интересно и начинают как-то чаще звонить и чего-то стараться зайти и люди начинают притягиваться то есть здесь очень важно уделить время себе и признать что я тоже тот человек который нуждается в заботе и в поддержке в этом месте я рискну предположить сейчас встретим сопротивление серии что я всю жизнь для кого-то и вообще я последняя буква алфавита и мы с тобой напоминаем что счастливый ребенок начинается счастливого взрослого который вспоминает что у него тоже было когда-то детство и это тоже некоторая такая особенность нашей культуры которая призывать могла людей отказаться от себя вот мы говорим что так пожалуйста не надо так надо наоборот по-другому давайте вспомним свою ценность поговорим с собою с внутренним ребенком может для него что-нибудь сделаем вот и в этом будет ощущение радости осознанности гармонии и отсутствие детей оно будет восприниматься несколько по-другому это значит что господи ну съехали слава богу чтобы я вас там не видела вспоминала а если у него дети здорово они есть ну что-нибудь там им расскажем когда они приедут может они что-нибудь расскажут то есть они есть и хорошо то есть это здоровое состояние когда мне и одному хорошо и с другим хорошо и это разные состояния хорошо но мне нужно и первое и второе и десятое мне нужно хорошо с друзьями хорошо с партнером хорошо с детьми хорошо с внуками хорошо с родителями это разные хорошо согласна полностью это разные хорошо вот пишут да пишут заняться собой у нас мама говорит да что я я все только для вас вот давай вот как раз сюда это продолжение как раз твоего что родители наоборот на себя ведут да маме в этой ситуации безусловно нужно говорить о том что она любима была своими родителями и всячески говорить о том что вам важна счастливая мама что ее подвиг во имя вас вас счастливыми не делает что для вас важнее ее улыбка чем то что она делает для вас прямым текстом вот говорить о ее родителях о том что они ее любили обращаться если вы знаете какие-то события ее жизни ее детства к тому ребенку в котором она была и там предлагать какие-то активности самый крайний случай я хотел его предложить предложить собаку вот там пожалуйста сколько хотите безусловно можно заботиться да абсолютно взаимовыгодное сотрудничество постоянно что-то происходит и очень высокая вовлеченность то есть предложить маме другой объект для заботы говорить о том что я принимаю твою любовь но мне нужна твоя любовь например не делами не подвигом а просто тем что ты меня любишь ну то есть возвращать в это ну просто я рискну предположить что если транслируется идея я все ради вас там есть еще очень много всяких других не очень хороших манипулятивных вещей вот и человека нужно возвращать на его место возвращать значимость самое главное не не подыгрывать вот в этой вот игре вот тут пишут тему эфира не знаю зашла случайно очень интересно вы говорите во всем здравое зерно спасибо ну мы можем сказать тему эфира мы говорим о сепарации подросших детей о том как родителям принять то что ребенок будет жить самостоятельной жизнью будет жить отдельно и если вы даже случайно зашли и чувствуете что вы оказались там где и нужно вам сейчас находиться то очень здорово а я представлю еще что это джессика франтова психолог фонда измени одну жизнь да она говорит очень здравые вещи вот видите что тут сердечки если здесь уютно интересно тепло оставайтесь с нами пожалуйста да спасибо раскусили это вот как раз к вопросу про маму которая немножко манипулирует детьми немножко совсем или не немножко ну как-то манипулирует но это и так уже вижу что дочка тут как-то есть странная история на нашей территории можно много слов про это сказать я лишь обозначаю что вся эта история не делает ни ее счастливой ни вас поэтому надо если уж на вас выпала эта роль обозначить маме границы может быть представляется шанс попробовать что-то изменить не воспользуются хорошо ее выбор но вы по крайней мере свою жизнь выстроите как вам удобнее чтобы вам быть счастливым то есть не подыгрывая этому потому что это история про я все ради вас это история про то что с вами должно все время что-то случиться а мама там как рыба облет или не облет должна разбиваться джессика вот ты сейчас очень ну и сейчас вообще на протяжении всего эфира очень хорошо отвечаешь всем на вопросы я вижу что все довольны и руководствуются теперь будут твоими советами вот а у меня есть такой вопрос это анонимный такой вопрос его здесь нет мне его прислали я его сейчас зачитаю он не совсем про приемных детей он больше про вообще проблему родителей детей это когда родители вроде они ребенка отпустили ну это может в любой семье случиться но вообще они не отпустили они все время вот как ты говоришь манипулируют звонят и под разными предлогами и нежно и хитро и настойчиво и жестко и с обидой и со слезами они призывают приезжать участвовать помогать выполнять любые какие-то действия по дому в семье что угодно но только вот как бы постоянно присутствовать то есть то что ребенок живет отдельно это ну как бы так на словах больше а родитель требует присутствия ребенка то есть чтобы он все бросал приезжал по первому зову и это очень часто происходит вот как ребенку выстраивать эти границы не брать трубку то есть сепарация действительно бывает типа физически сделанная но при этом национальная она нет и родители постоянно звонят требуют и манипулируют это тоже достаточно распространенное явление у нас на нашей территории по всем вышеозначенным причинам не брать трубку обозначать я мы будем общаться но на моих правилах это значит что мне достаточно раз в три дня заговоры я сама наберу ну то есть здесь надо быть готовым да что будут и слезы и какие-то манипуляции здоровьем если уже человек так все ведет все это будет менять телефон менять звонки менять адрес ну то есть если там идет история про манипуляции там здоровьем и всем остальным это уже очень глубоко идущая такая история да то есть человек уже ну как бы нарушает совсем границы здесь я думаю в этом случае конечно нужно работать со специалистом чтобы помогать выдерживать все это давление потому что это будет иначе жизнь его имя непонятно чего и своя жизнь она будет сожалению страдать потому что здесь очень четкий посыл не уходи останься с нами или со мной со мной и да тогда естественно партнеры здесь не должны быть такими которые могут увести спасибо джессика мне кажется вот если этот человек услышал нас он сейчас отметит нам сердечко если кому-то тоже это отозвалось тоже отмечайте пожалуйста сердечком что мне кажется что джессика сейчас очень ну так вот прям четко разделила отношения когда происходят манипуляции такие глубокие как манипуляции здоровьем то здесь уже конечно требуется помощь сам уже тут да вот видишь сердечки пошли значит ситуация многим знаком телефон и правда не соблюдают границы да здесь нужна уже помощь специалисту потому что в этой истории нездоров родитель он правда нездоров то есть он делает вещи которые не его счастливым не делают не ребенка и уже делает их много лет а ребенок находится в этом нездоровье уже не первое десятилетие поэтому самому ему очень сложно я имею ввиду нездоров психологически вот и возможно то что ребенок все таки выстроить эти границы может способствовать тому что и родитель захочет все таки разобраться с тем что с ним происходит тоже обратиться к специалисту и сможет свое детство проработать потому что здесь конечно страх связанный с потерей собственного родителя да то есть если есть такое такая идея что ребенок был рожден для того чтобы удовлетворять мои потребности то это конечно история про брошенного ребенка то есть правильнее наверное даже сказать не про брошенного ребенка а того ребенка который ощущал себя брошенным недолюбленным ну как бы неценным в глазах своих родителей это не значит что это было так но ребенок так себя ощущал и через это ощущение дальше выстраивает отношения с партнером и с ребенком и здесь я всегда поддерживаю детей вот которые не могут сепарироваться тем что даже если вы выполните все просьбы ваши родители он не будет счастлив почему я говорю что эта история она обреченная на изначальный не успех родители никогда не удовлетвориться потому что он не от вас хочет безусловности он хочет их ее от своих родителей и нам поэтому я и говорю что напоминайте что вы любимы были вашими родителями что я ребенок и я маленький а ты большая мама и у тебя есть свои родители то есть ставьте на свое место это достаточно такая длительная и не всегда простая работа и такой довольно популярный запрос у нас у психологов я думаю мы можем лишь это обозначить сказать что с этим правда нужна поддержка и не допускайте вот это вот перевернутую нездоровую иерархию в свою жизнь потому что она это будет очень сильно негативно влиять на вашу жизнь джессика спасибо и судя по сердечкам которые отправляли мне кажется правда у многих это завалось хотя был вопрос одного человека ну это очень многим близко да может быть в каких-то своих вариациях но с этим многие сталкиваются здравствуйте а как быть в ситуации что с мамой очень сложно найти контакт я предложила обратиться к психологу а мама отвечает тебе пришла эта мысль тебе и надо идти а мне не нужно то есть мама не соглашается на поддержку психолога ребенку идти к психологу и учиться сепарироваться от мамы то есть и без мамы идти не ждать когда она решится и согласиться надо прийти к тому чтобы мама уже может сама все это решать без меня если есть желание прям позаботиться о маме значит вы по-прежнему в отношении ее в родительской позиции стоите и то есть опять вот это вот перевернутая иерархия она поддерживается и Алан смотри как любопытно от сепарации подростка мы бодренько перешли сепарации родители то есть у нас как-то в этой истории потерялся приемный подросток немного и как же как же мы с тобой не поговорим про страхи да то есть давай про страхи у нас остается как раз тут уже 8-7 минут про страхи хватит нам на страхи нет конечно но мы хотя бы ну начнем со страха да начнем со страха да подростковый возраст он еще очень сильно пугает тем что как будто бы оторвавшись от приемной семьи ребенок пойдет и сейчас по алфавиту начнет совершать все какие-то сложные такие моменты связанные с историей его огромной семьи что вот сейчас вот мы его отпустим и он дорвется то есть вот у приемного родительства есть такая специфика что кажется что как только мы его отпустим вот он сейчас как во все тяжкие это кинется и здесь я опять же хочу напомнить что есть у нас такое правило дорожной карты то есть если вы тратили время на то что говорили о ресурсных моментах огромной семьи да о том что люди могли быть умными красивыми сильными смелыми то ребенок будет соединяться с этим если вы то время которое у вас было потратили на то чтобы рассказать ни в коем случае не делай как ну то это вот дорожная карта которую ребенок может сделать то есть опять же почему я про это говорю потому что это то на что вы можете повлиять то есть то что вы подчеркнете то и будет действительно дети ищут свои корни им хочется соединиться идентификацию никто не отменял но вы можете повлиять на то с чем ребенок будет идентифицироваться то есть условно говоря если ребенок будет знать что отец сидел в тюрьме и отец пел песни под гитару у него будет два варианта с чем соединяться и он будет выбирать между этими вариантами но если у него будет вариант что отец сидел в тюрьме к сожалению тут уходит момент выбора поэтому кто может кто знает соберите информацию попробуйте в ней найти особенно детские кровных родителей когда они еще ничего такого сильно осуждаемого социума не сделали можно об этом говорить если фотографии смотри какой мальчик какая девочка какие банты ну то есть вот о чем-то таком показывающим что да в жизни есть выбор но ты можешь выбрать по-другому и родители могли они выбрали почему-то так ну ты можешь в памяти о них выбрать что-то другое не против них а вот именно в память о них и возможно им тоже будет это приятно может быть их уже нет в живых но представляешь они бы порадовались вот и можно задавать вопросы хотели бы твои родители чтобы ты повторил их судьбу или они тебе другого чего-то желали то есть об этом можно говорить на протяжении всех лет месяцев пока ребенок находится с вами и в этом я вижу очень большую профилактику того что ребенок сделает меньше вещей которые разрушат его жизнь я не могу обещать что он их не сделает вообще человек выбирает но от нас точно зависит как бы что мы подсветим ну или как есть такая притча да какого волка мы кормим но мы можем подсветить подсветить те вещи с которыми хорошо и ресурсно соединятся вот наверное здесь вот я бы еще этот момент обозначила спасибо мне кажется это хорошее тоже смотрю по отзывам летят сердечки и пишут спасибо вам за информацию поддержку советы ваши семинары очень помогают сложные моменты жизни пересматриваю по нескольку раз ну я так понимаю тут и про прямые эфиры тоже идет речь так что про страхи хорошо заходит да тоже я думаю что еще важно помнить что в начале сепарации будет самый треш то есть ну так вот да и пошли сердечки ребенок сразу помог я вам сейчас покажу какой я независимый один дома да но через несколько лет это уже потихоньку сбивает обороты опять же та история которую на которой вы влияете то есть если там произошло что-то ты да 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 как ты мог мы там тебя учили ну новый круг а если вы ну бывает как будем исправлять то это уже незаряженная неинтересная история родители в это не включаются ну то есть не включаются вот в этим вот бежать спасать караул да как ты мог а я вам покажу как я мог я в прошлый раз просто не все просчитал сейчас еще раз так сделаю ну то есть опять же здесь вот есть момент который от нас от взрослых зависит мы будем вот его исключать и вот вопрос такой сложный если у сепарировавшегося ребенка сироты одни и те же проблемы неоприятность алкоголя расстраиваться денег и прочее все возвращается по циклу ну то есть повторяется даже при смене обстановки как от этого избавиться ну я так понимаю что спрашивает мам да терапия ребенка потому что если неоприятность алкоголя все остальное значит это ребенок по-прежнему находится под влиянием идей что я не нужный я не должен существовать я отношусь к себе плохо то есть попробовать найти специалиста для ребенка или организацию которая оказывает помощь сиротам 18 с плюсом это то что можно чем помочь ребенку а родители в этой ситуации да транслировать что ты важен ты нужен тебя родили для того чтобы ты был счастлив к сожалению так получилось мы не знаем все истории твоей семьи почему получилось именно так но тебе дали жизнь и жизнь это хорошо и в той или иной мере тратить время разными способами нанесения вот этой мысли и чего точно не стоит делать что будет например подчеркивать это контролирование что ты здесь вот все делаешь что ты тут все разбросал пойди уберись ну потому что это делается из травмы языка логики не знаю то есть можно сказать что слушайте так к себе относишься похоже тебе по прежнему очень тяжело я обращаю на это внимание как родители вот но это вот если двумя словами как-то отвечать наверное я бы ответила так спасибо ну мне кажется судя по сердечкам ответ услышали приняли и будут им пользоваться подходит подходит концу нашей эфира ровно 7 часов я хочу такие итоги небольшие подвести вот мы начали говорить про сепарацию мне очень понравилась твоя фраза джессика что сепарация ребенка начинается с момента его рождения и постепенно продолжается да и она отражается в разном возрасте ребенка и все мы идем к тому что ребенок должен отделиться и жить отдельно ну уже конечно подросший то есть оставаться нескольким поколением семьи в одном помещении жить это не здорово не здорово и не здорово да можно так сказать и не дает развития ребенку если кому-то что-то еще хочется доспросить пишите пожалуйста комментарии уже к записи эфира и очень советую записываться на консультации психологом нашего фонда ну в частности Джессике Франтовой сохраните эфир пожалуйста Юлия спрашивает просит Юль мы все эфиры сохраняем в аккаунте фонда в инстаграме и также сохраняем их на сайте фонда в разделе вебинары и приемные приемные в разделе вебинары и прямые эфиры то есть можно и в соцсетях посмотреть и на сайте еще раз эфир записи вот и также напомню что все эфиры входят в программу поддержки родителей эта программа существует на пожертвования все кто хочет чтобы эта программа работала специалисты также проводили эфиры проводили консультации могут поддержать фонд своими пожертвованиями кнопка на пожертвования есть в профиле в аккаунте фонда топ-линк там такая нажимаете кнопочку можете внести пожертвования ну на этом я наверное все прощаюсь передаю слово заключительной Джессике тебе друзья сепарация всегда была и остается заряженной темой но я хочу обозначить что это правда часто бывает про наши страхи про отсутствие нашего опыта поэтому если есть возможность консультируйтесь со специалистами не обязательно с нами может быть у вас есть и хорошо если есть с кем можно проконсультироваться я лишь здесь обозначаю про то что ну вот это вот такая заряженная история в которой действительно не всегда бывает легко разобраться благодарю вас за отклик потому что для нас крайне важно видеть что то что мы делаем это важно вот теперь мои сердечки вам по традиции классно спасибо большое Джессика судя по сегодня по количеству сердец тема отозвалась у многих и спасибо тебе большое что ты отошла и от темы именно приемных семей замещающих семей мы поговорили вообще о конфликте поколений вперед о конфликте самих нас с тобой каждого поколения и поколение когда они совместно да решают эту проблему вот поэтому я думаю есть над чем сегодня подумать пообщаться теперь со своими половинками обсудить какие-то нерешенные проблемы поговорить с детьми ну и начать следующий день завтра уже вы знаете да с каких слов что мы скажем нашим близким спасибо что ты есть как ты сейчас люблю тебя пусть твой день будет самым лучшим и вот эти все сердечки тоже сердечки сердечки и слова любви все на этом я прощаюсь до свидания до следующего четверга до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч